всем привет это дмитрий шимко и в данном ролике я хотел бы рассказать о 13 так называемом знаке зодиака змеи носится ну у каждого из знака зодиаков есть своя легенда возникновения свой отдельный и у не отдельный путь и уникальные моменты но тут пару лет назад как гром среди ясного неба новое сообщение nasa опубликованные на образовательном портале агентства space place взорвало интернет просто сми распространилась информация о том что ученые решили обновить астрологические знаки впервые за 2000 лет и это означает что почти у 90 процентов из нас должен быть другой знак то есть из-за 13 знака зодиака происходит некое смещение то что многие восприняли как сенсацию на самом деле оказалось лишь разрушенным мифом по сути ученые нас лишний раз доказали астрология не имеет ничего общего с астрономии и уж тем более с наукой а сама статья была опубликована на детской страничке космического агентства чтобы подрастающие поколения знали разницу зодиакальный круг напомним придумали в древнем вавилоне тогда астрологи поняли за год светило пересекает 13 созвездий а значит год имеет 13 циклов выбросить лишний решили ради привязки к циклам лунного календаря по которому и жили древние цивилизации самое большое обсуждение в сети вызвал тот факт что новый зодиак состоит из 13 созвездий новым 13 знаком должен был якобы стать змеиносец соответствующие созвездия на небосводе находится между скорпионом и стрельцом а тем временем пресс-секретарь наса дуэйн браун отметил что ведомство обеспокоено такой реакции сми он подчеркнул что к зодиакальным знаком у нас а нет никакого интереса и агентство не собирается в них что-то менять надо сказать что ко мне стали поступать вопросы о 13 знаке зодиака в тот момент когда нас и как раз таки ошеломила мир вот этой новостью я был знаком с такой теории еще аж с конца 90-х как раз в то время когда начинал увлекаться а впоследствии заниматься наукой о цикличности и узнав о змеиносце тогда еще тогда я был тоже потрясен и рассказывал об этом открытии своем своим знакомым одноклассникам друзьям получая естественно в ответ на смешки разного рода колкости считается что змеиносец проходит между скорпионом и стрельцом при этом откусив часть дней от скорпиона и первую декаду от стрельца а именно 17 ноября по 27 ноября по одной из версий и из 21 ноября по 8 декабря по другой версии откуда же взялся 13 знак зодиака какими качествами характера он наделяет людей получивших его покровительство эпизодический цикл змееносца астрологи называют сожженной дорогой она символизирует жизненный путь на котором людей ждут самые тяжелые испытания согласно древнегреческой легенде в этот период времени над землей пролетел сын солнца по имени файтон на огненной колеснице и сжег все живое на планете после этого на поверхности земли а вылезли страшные чудовища и в мире начался период могущества темных сил и зла но если верить в эту легенду то змеиной предстает как самый зловещий опасный знак зодиака но так ли это на самом деле честно сказать на сегодняшний день имея некий багаж знаний и опыта я исключил этот знак зодиака из своей схемы астротипологии а также почти из головы исключил тоже но так как многие до сих пор пишут и ломают голову недавно открывшие для себя этот факт я решил высказаться по этому поводу и те кто следят за моим творчеством так сказать замечали что я не совсем приверженец классической школы астрологию астрология а науку о цикличности раскрываю в основном через нумерологию использую всем знакомую символику виде знаков зодиака но по моей теории каждый из знаков зодиака имеет по 360 типов точнее 360 типов личности то есть день рождения умноженный на год рождения еще если подробнее то есть 30 дней в месяц или 31 умножены на 12 годовых знаков в этом случае теория о загадочном змееносцы покорившим всех своей загадочностью и таинственностью ну лично для меня теряет вообще какую-либо актуальность я действительно выделяю по группам каждый знак зодиака так например с 23 ноября по 30 ноября это один тип стрельцов а с 1 декабря по 10 декабря к примеру это уже совершенно другой то же самое со скорпионами и да есть в этом кольце переходы скорпионов стрелец какие-то незримые зачастую уникальные особенности характера личности самое главное жизненного пути этих представителей то есть не только характер но и жизненный путь является таким вот ну скажем так странноватым и часто отклонившимся от большинства других представителей но в таком случае я могу выделить например уникальность также знака близнецы майский тип и июньский о коих можно вообще выйти на отдельную диссертацию и разговаривать достаточно долго так что мистицизм змееносца а точнее легенда о нем не более чем легенда астрологи старой классической школы вообще не признают сие явление но если вы самостоятельно нашли в этом что-то особенное какие-то закономерности вам так легче воспринимать астротипы то почему бы и нет это ваш осознанный выбор или ваша шпаргалка для личных наблюдений не более того благодарю за внимание дмитрий шумко